В правительстве признали, что стихии Фабаи позволили разбушеваться и не восприняли угрозу всерьез. Упустили момент. Таков смысл всего сказанного сегодня на заседании Кабмина. Погибших уже не вернуть, а их семьям теперь нужно обеспечить нормальную жизнь. Тем более сам президент обещал. Для этого даже распечатают закрома фонда «Казахстан Халкана». Оттуда каждая семья, потерявшая кормильца, получит по 7 миллионов. Детали узнаем от моей коллеги из столичного бюро КТК Азиза Исабай. Лучше переоценить ситуацию и бросить все силы, чем недооценить ее. Так выразился сегодня премьер Смаилов, говоря о пожаре в Абайской области. Чрезвычайную ситуацию рассматривали во вторник на заседании правительства вне повестки. Началось оно с минуты молчания. Глава Кабмина выразил соболезнования тем, чьи родные и близкие погибли в борьбе со стихией. Но одними соболезнованиями не ограничатся. Сегодня впервые власть озвучила размер денежной помощи. Ее будут выдавать из фонда «Казахстан Халкана». Особое внимание детям, оставшимся без одного родителя. Из средств фонда «Казахстан Халкана» будет выплачено по 7 миллионов тенге, а также по 2 миллиона тенге на каждого ребенка. Детям до их совершеннолетия будут выплачивать пособия по потере кормильца. Из республиканского бюджета также всем нетрудоспособным членам семьи предусмотрена единовременная социальная выплата. Во время встречи с президентом родные погибших говорили, что погрязли в кредитах. Зарплата у лесников едва доходит до 100 тысяч. Теперь же и оклады повысят, и долги спишут. Кроме того, премьер пообещал семьям полностью мебелированное жилье. А еще для их поддержки создадут отдельный фонд. Помочь бы надо и всей отрасли. В этом году бюджет комитета лесного хозяйства составил свыше 52 миллиардов. Но вот доходили ли они до сотрудников? Если, по словам родных, тушить огонь лесники поехали в своих туфлях. В этом году 52,7. Понятно, там всю технику за один год обновить невозможно. Понятно, надо разобраться. Комиссия работает, мы будем выявлять, какие средства необходимы. Оценить нужно не только запросы лесников, но и действия, ответственных за борьбу с ЧАЭС. Пример еще раз повторил то, что уже трое суток назад сказал президент. Пожар недооценили, правильные шаги нужно было делать даже не в первый день, а в первые часы. Упустили время, позволили стихии разбушеваться, и бедствие достигло колоссального масштаба. В такой ситуации должны действовать более оперативно. Как показала данная ситуация, что мы упустили первоначальный момент, когда можно было локализовать. Но и, как вы помните, 22 мая в этом же лесничестве был пожар, но по меньшим масштабам. Там более 5000 гектаров леса горело. Его оперативно потушили. Здесь ситуацию просто недооценили. Это очевидно. Не учитывали ни высокой температуры воздуха, ни порывистого ветра. К спасателям лесхоз обратился только, когда понял, что ситуация становится неуправляемой. Но было уже слишком поздно. Сегодня в правительстве о возможных виновных ни слова. Все как один ссылаются на следствие. Между тем, готовность Минэкологии к подобным бедствиям, по словам вице-премьера Скляра, составляла всего 59%. Действительно ли у лесничих не было раций, специального обмундирования и инструментов? Будут выяснять. Для этого создали специальную правительственную комиссию. Ей дали 10 дней на то, чтобы выяснить все обстоятельства произошедшего и составить свое заключение. Азиза Исабай, Сулхан Саминбетов, Столичное бюро, КТК.